Мне нужно держаться. Первое, что сказал Александр Пеняги в нашей съемочной группе. У мужчины трое детей, младшему из которых нет и месяца. Я чувствую себя хорошо. Дышу ноги. Поставить мне ногу. Так что поддержка психологическая у меня будет в любом случае. Совсем недавно пациента перевели в общую палату. Александр рассказывает, что на злополучной остановке он оказался в половине девятого утра. В это время житель квартала каждый день ездит на работу. Вдруг произошел хлопок. Александру оторвало ногу. Однако мужчина оставался в сознании и позвонил своей жене. Я, конечно, не позвонил. Попрощался с ней уже. Она прибежала ко мне. Погорала, плакала, истерика. Дым видел. Дым все этот фильм видел вообще. Сейчас пациент идет на поправку. В больнице он будет находиться еще около двух недель. Состояние Пенягина врачи определяют как средней тяжести и говорят, что Александр даже сможет ходить. Пациент будет подвержен реабилитационным мероприятиям. Я думаю, что будет подобран соответствующий протез. Сегодня на мировом рынке это достаточно распространено. И я думаю, что он вернется к активной жизни без всяких вопросов. Говорить более подробно о произошедшем Александр Пенягин не может. Ведутся средственные действия. Его палата находится под круглосуточной охраной. А вот на остановке в 211 квартале уже ничего не напоминает о недавней трагедии. Или намилует Михаил Тырышкин местное время.